Здравствуйте, дорогие друзья! Очередной будет у нас обзор приманок, которые... Это уже, как говорится, дополнение к тому заказу в Запорожье, которое я рассказывал в своем другом обзоре Андрею Евсеенко. Значит, работают практически все приманки, но дело в том, что у него получилось проверить только лишь опарыша, комариков, которые я делал, вы прекрасно знаете, как они выглядят с крылышками. Великолепно все работает, нужно, естественно, подобрать проводочку. Но сейчас он мне заказал уже конкретно под уклейку, густеру и карпа. Я не просто так, как ознакомление, но вы задавали вопросы, и я буду вам здесь отвечать на некоторые из них. Здесь многие подвергали критике. Вот такой поводок для хищника, который плетется цепочкой. Поверьте мне, я, когда мне нужно ловить хищника, я пользуюсь только этим поводком, ну, изредка могу еще, как говорится, свой нахлыстовый использовать, который делаю с застежкой, спиралькой, с трубочкой. Этот, в данный момент здесь проволока где-то 0,2, она выдерживает до 30 килограммов на разрыв. Подвижность приманки сумасшедшая, веса нет. И с расчетом того, что вот здесь и вертлюжки, и застежка имеют какой-то вес, то 2-граммовый головлевый воблер практически не заглубляется. Ну, а теперь давайте перейдем к тем приманочкам, которые вот я здесь выложил вам на столе. Нимфы, это понятно, весняночки, которые вы прекрасно знаете, я их изготавливаю. Значит, эта вот самая крупная, она предназначена для карпа. Почему? Потому что более глубинный, и здесь крылышки, они флюоресируют. Если вот навести, так же вот и следующее тоже, но без вот этих вот крылышек пышных, но из биотов флюоресентных изготовлены здесь хвостовые и передние придатки для того, чтобы еще была заманушка для рыбы. Здесь также присутствует материал, который вот и флюоресентный. Если я вот так вот буду вам показывать, то вы видите, как оно будет все здесь подсвечиваться, в том числе и мотыль. Но суть не в том, что я хотел бы вам рассказать. Эти приманки вы уже видели, эти приманки вы уже знаете. Хорошо зарекомендовал по красноперке себя Red Tag с павлином. Я иногда делаю с даббингом Red Tag, который вот у меня, я уже показывал неоднократно, и вы все прекрасно знаете вот такие вот хендесовские наборы, которые есть. Они есть, продаются и в отдельности, разные вот и такие, такие там. И голографии, вернее и светонакопительный, кстати, тоже есть. Но имитация ручейника, вот которые вот здесь мелкие, на 18-м крючке изготовлены, тоже красноперка не пропускает. Также было замечено, что выклевывая семена одуванчика, клена, других, вот я очень часто вяжу вот такие приманки, вот, которые из семейства тенкары, тенкары, они и по форме напоминают. Тело разнообразное я делаю для, как говорится, допустим, оранжевое, это провокатор, который идет как заманушка. А эти уже идут в дневное время, время по естественным цветам. И задавливать вы знаете, как у меня на канале есть, проблем не составляет. Ну и для пробы вот такой простенький базар. Это имитация уже всплывающей личинки мотыля, для того, чтобы полинять и превратиться уже в комарика. Ну, все, с этими вот приманочками вроде бы все понятно. Но здесь на 20-м вот номере и на 18-м номере изготовлены вот такие приманочки. Изготавливается очень-очень просто. Я не зря, друзья мои, всем говорю, пожалуйста. Ведь я в своих книгах все рассказал, все показал, все объяснил. И одна из первых, вот такая вот приманочка, самая простейшая есть, которая ловит практически всю рыбу, выполнена на 18-м, 20-м номере. Минимальное количество нужно материалов, немножко усидчивости, и так, чтобы руки были, одна левая, одна правая. Вот, и нитка. Материалы должны соответствовать величине крючка. И вот такие вот я делаю приманочки. Вот попробую немножечко, давайте, может, на контрасте выйдет. Хотя нет, камера может не взять. Это тоже на 18-м номере, F11, гамакатсу. Тело, обычная черная нитка, обмотанная люрексом, слегка вскрытая лаком. Потом из пера. Вот у меня имеются остатки вот таких перьев шлямпных. Или же перо, которое я показывал из бройлеров, петушков, которые я выдрал. Я беру вот эти вот, все вот такие вот волоски, вернее, это, ости пера, и из них делаю вот такое своеобразное крылышко. Здесь вот для удобства как раз-таки можно подрезать крыло вровень. Вот, то есть чуть-чуть, чтобы заходило за загиб. И опушка. Опушка здесь, конечно, играет вспомогательную роль. Но ее можно ставить, можно не ставить. Это я уже так для себя. Для опушки, понятное дело, нужно подбирать свою величину бородок. Вот у меня имеются, вот, как говорится, их почти четыре вида перышек, которые по величине бородок я использую для своих приманок. И здесь одна из вот таких мушек, которые я вязал с выжиганием крылышек с самой простой формы, которая с банки консервной была, это вот такая вот имитация вроде бы как какого-то своеобразного ручейничка или там комарика, который упал. На это. Ну, величина его большая для отсекания этих. И здесь, как вы уже неоднократно видели, это имитация вот самих ручейников. Крыло выполнено с выворотом пера наоборот. А это обыкновенное. У меня тоже есть на канале, все видно. А это перо перепелочки. Можно, подбирайте себе, как вам удобно. То есть, здесь проблем никаких не составляет. Но, что я хотел сказать. Вот эти вот самые мелкие, которые на 18 и на 20 номере, ну, это тоже выполнено на 18 номере, но выполнено приманка Эммиджером. Испера Си Ди Си. Вот все они великолепно работают по уклейка, густера, красноперка, верховка. То есть, вы можете спокойненько, имея вот такого в арсенале, вот такого типа мушки, и не надо вам заморачиваться редтаками, другими. Ну, это кому как нравится для арсенала. Это для тех, кто хочет быстренько и для себя что-то изготовить и ловить практически всю рыбу. Работает великолепно во всех регионах, даже в Америке. Это уже проверено, мне отписались. Теперь по вопросам. Когда я рассказывал, показывал разные перья, и как лучше брать, вот смотрите, выбирайте больше вот такое, чтобы была своеобразная стекловидность. Потому что в пере, если рассмотреть, вот у него идет здесь вот такая часть с лохматостью, дальше чуть лучше, лучше. То есть, его можно разбить на 4 сегмента, где применяются перья для разных приманок. То есть, здесь проблем никаких нет. Это я вот в пятой книге описал. Все перья. Как и куда они применяются. То есть, все это расписано и описано. Единственное, конечно, может возникнуть у вас сложность. Это нанесение лака. Но я лак не наношу. Я обычно беру клей. Вы часто видели у меня в фильмах, как я вот клеем промазываю нитку и делаю пару витков. Этого вполне достаточно для того, чтобы закрепить материал. Ведь в сухой мушке, вот в такой, здесь не должна быть большая и толстая головка, иначе мушка будет клевать. Поэтому пару витков нитки, промазанной клеем, вполне достаточно для того, чтобы закрепить материал. Вот такая игла уже не годится, которая вот для нормальных этих уколов. Я использую иглу от вот таких инсулиновых шприцов. И то не всегда получается взять культурную капельку клея или же, допустим, капельку лака для того, чтобы сделать завершающий головку. Можно, сами понимаете, взять и кусочек проволоки, и медной проволокой, и также можно использовать и остатки пера для проведения вот таких вот операций. Значит, я уже рассказал все. То есть, эти приманки, повторяю еще раз, вот это повседневная приманка, которая работает, это специализированная для карпа. Ну, понятное дело, что мотыль, есть мотыль, он и в Африке мотыль. Это имитация ручейника, который всплывает для линьки. Здесь выполнено трех вариантов. Это начиная вот 12, 14 и 16 номер. Они огружены. То есть, можно начиная с глубины и до, как говорится, пока вы его не вытащите, будет работать у вас приманка. Эти, понятное дело, все сухие. Баззер работает, начиная от глубины, в толще воды. Ну, и эти, понятное дело, они все уже вам знакомые приманочки. Поэтому, беглый вот такой вот обзор по использованию приманок для Андрея, с его набора, вернее, я вот сделал, думаю, вам будет полезен. Поэтому, если у вас какие-то будут вопросы, пожалуйста, я с удовольствием на них отвечу, только вы сразу пишите на почту, потому что, честно скажу, у меня несколько каналов, если у меня открыты радиосамоделки, то я не вижу, что вы мне пишете по моим ушкам. И каждый раз приходится хотя бы раз в 5 часов перекидываться для того, чтобы ответить на ваши вопросы. А так на почте мне сразу приходит, свистит, звенит, и я вам сразу отвечу на все ваши вопросы. Ну, вот, в принципе, это коротко, бегло. Я рассказал, что и как. Благодарю за внимание. До скорых встреч.